Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня хочу поговорить о выдающемся советском военном деятеле Владимире Ивановиче Филиппове, который родился 3 декабря 1911 года на территории нынешней Могилевской области в Белоруссии. Его военный путь начался в октябре 1929 года, когда он был зачислен в Объединенную Белорусскую военную школу, по окончанию которой в 1932 году Филиппов командир взвода 5-й стрелковой дивизии. Дальше будет учеба и повышение. Как итог, в 1940 году он командир танковой роты. Весной 1941 года начальник разведывательного отдела 6-й танковой дивизии, с которой примет участие в иранском походе летом 1941 года. С октября того же года командир батальона тяжелых танков, все той же 6-й танковой дивизии. Отличился в боях на Донбассе в январе 1942 года, когда действовал на коммуникациях врага, нося дезорганизацию в его действия, а также нанося ему существенные потери. С февраля заместитель командира 57-й танковой бригады был ранен и проходил лечение в госпитале. А уже после выздоровления в августе того же года назначен заместителем командира 52-й танковой бригады. А начиная с 18 сентября 1942 года майор Филиппов командир бригады, которая в это время отражала немецкое наступление с плацдарма на Тереке в направлении Молгобека. В этих боях танкисты Владимира Ивановича действовали весьма успешно, а самым знаменитым стало танковое сражение у Сагапшина 28 сентября, где численно уступающая бригада, имеющая в своем составе два танка Т-34-5КВ и 21 легкий танк Т-60 Истюарт, огнем из засады при поддержке артиллерии выбивает у эсэсовской дивизии Викинг 54 единицы бронетехники из 60 имевшихся. При этом сожжено было 23 танка ИСА у врага. Наши потери составили 10 танков, 5 из которых также сгорели. Как итог, это не позволило врагу осуществить прорыв с плацдарма и достигнуть цели операции, которыми были Грозный и Махачкала. А после того, как врага измотали, его следовало гнать на запад, и в этих боях 52-я танковая бригада вновь отличилась. С 19 января полковник Филиппов лично участвует в бою и подбивает два танка во время освобождения минеральных вод. А к концу января у бригады были следующие результаты. Подбитых танков 48 единиц, взятых трофеями еще 24, причем часть этих машин была погружена на эшелоны. Уничтожено также было 28 автомашин, 357 затрофеяли. А еще в документе указывается, что танкисты разнесли штаб Викинга. Как итог, 7 февраля 52-я танковая бригада становится 34-й гвардейской. Далее будут удачные действия под Невелем в конце 1943 года. Где удастся окружить группировку противника. А с февраля 1944 Филиппов, командующий бронетанковыми и механизированными войсками 4-й ударной армии в Прибалтике. Участник парада на Красной площади 24 июня 1945 года. После войны продолжал службу на различных должностях. Начиная от командира 34-го гвардейского тяжелого танково-самоходного полка и выше. А в 1953 году Филиппову было присвоено генеральское звание. С 1970 года в запасе и стало Владимира Ивановича 15 марта 1995 года. А у меня на этом все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok